Меня зовут Татьяна, у меня вот здесь вот в бумажке это написано. Меня зовут Татьяна, я, собственно, художник, автор этой выставки. И, собственно, скорее всего, вам будет интересно вообще, через чего я выбрала такую тематику работ, наверное. Наверное, вам будет интересно послушать про мое творчество и прочее. Ну, собственно, давайте познакомимся, немного о себе расскажу. Ну, у меня классическое художественное образование, 6 лет художки из 4 нужных училища, 5 лет на 4 курсах, Суриковский институт. То есть всю жизнь я получала классическое художественное образование, всю жизнь я училась. И в 2010 году я поступила в Суриковский институт. Из, пожалуй, моих вот таких ранних работ, которые подходят под названием выставки Стиллайф на Тюрморт, такой поп-артовский, в стилистике поп-арта, в дальнейшем я об этом немного расскажу. Так, это у меня вот эта работа «Автопортрет. Смешанная техника». Написан на втором или третьем, ну, втором, наверное, курсе института Суриковского. То есть я училась там, всегда вот все ради искусства, старалась стать художником, наверное, так же, как и вы. Но в какой-то момент настигает разочарование, потому что не все мне нравится. Опять же, тоже много каких-то своих проблем, печали, боли, страдания. Собственно, мне кажется, здесь это, в принципе, вполне показано. Такой вот жизнь в соцсетях, но тоже как бы реальной современной жизни. Вот. Также, собственно, самые такие вот знаменитые, ну, относительно знаменитые работы – это пакеты. Примерно в тот же период у меня возникло желание отойти немножечко от классической академической школы. Вот у меня появился здесь пакет и пакет Марьера, пакет Аша. Я, честно, я не помню, какой из них первый появился, либо Ашан, либо Марья Рава. В пакете Ашан я точно помню, что там просто лежали краски. Вновле лежали краски. Дело мне издалось к сессии, я там что-то буду делать, сидела, писала, писала. Потом возникло мысль, о, а почему вы не написали пакет Ашан? Ну, собственно, что я и сделала? Вот этот момент написать вещь, которая, по-хорошему, это не художественная совершенно вещь, это далекое от искусства, это просто пакет. Потом я выложила это в интернет, и мне стали писать, о, это же там поп-ап, дэмди Уорхол, это же так здорово. У меня возникли, ну, как, я когда это делала, у меня таких холостей проектов особо не возникало, с песен где-то накраился под сознанием, где-то там, желание показать на, перенести на холст предметы, простые предметы быта, которые нас окружают, которые не являются каким-то художественным, высоким, вообще, по сути, они, ну, это просто упаковка. Вот, упаковка, ну, мне стали говорить, что за этим пакетом стоит человек, что это не просто пакет, если бы он был свеженький, гладенький, аккуратненький, тогда да, это одно, а здесь за ним стоит человек, он весь такой помятый, какой-то, он покоцанный, явно уже использованный. Ну, а что мы делаем с использованными упаковками? Выбрасываем пакет. Вот. Примерно того же периода у меня вот работа с пакетом Мария Ра. Пакет Мария Ра – это вообще такая вот отдельная песня. Это работа, написанная в памяти моем родном городе. Очень такой интересный, забавный момент. Вот я сама родом из Барнаула. В Барнауле у нас есть сеть супермаркетов «Мария в Крам». И весь город у нас застраивается постоянно, застраивается супермаркетами. Мария, вот этот логотипчик на желтком фоне, солнышко, там все такое, продуктовые супермаркеты. Мне из Барнаула привозили пакеты, как сувенир из города, из родного. Ну, то есть, слушайте, вот сам факт того, что с городом, с родным ассоциируется обычный упаковочный пакет. Я на эту тему там тоже немножечко смеялась, что там у нас вот этот солнышко Марии Ра. У нас в Барнауле открыли памятник Виктору Цой внезапно. Ну, вот все наверняка там слышали, там, Виктор Цой, да, звезда про имени Солнца. Вот, и там Цой на заднем плане солнышко, такая вот сквозная скульптура. Ну, собственно, похоже на пакет Марии Ра, на их логотип. Еще там тоже делали такую же память к сеятелю, по-моему, тоже что-то вроде этого. И, тем не менее, там тоже использовался образ Солнца. То есть, я эту тему немножечко так поиздевалась немного на этой теме, что все-таки символ Барнаула – это вот этот наш пакет Марии Ра. И самое-самое смешное, когда в прошлом году, это был у нас какой-то, в 2016 году, я была в Барнауле, я туда приезжаю достаточно редко, поэтому эти моменты сейчас я воспринимаю уже более ясно, чем те люди, которые живут там. Ну, в каждом городе есть краеведческий музей. Все знают, да? Там всякие зверюшечки, там всякая история края и прочее. Так вот, в краеведческом музее города Барнаула хранится пакет Марии Ра. Как экологически чистая упаковка. Там, правда, не такой пластиковый, там пакет не пластиковый, там тканевый пакет, но, тем не менее, это достаточно забавно, как мне показалось. Вот. В дальнейшем я стала продолжать эту серию пакетов. Ну, вот у меня вот появилась распродажа Ликилии. Как ни странно, у меня на какие-то выставки часто берут как раз вот что-то вот из этой серии. Это есть другие работы, куда я там вкладываю душу и прочее. Вот. И вот эти вот все вещи, они, в принципе, похожи на поп-арт. Собственно, вы знаете про такое направление в западноевропейском, в американском даже в искусстве, там, в 60-х годах 20-го века появился поп-арт, там стали комиксы рисовать, там массовая культура, популярная культура, все такое. Вроде как, я читала такие вещи, что Россию поп-арт как-то так вот прошел стороной, но на самом деле все-таки он у нас был. Ну, видимо, в меньшей степени, потому что массовая культура в 50-х, 60-х годах у нас, ну, как таковой, ее, наверное, все-таки не было. По крайней мере, такой массовой культуры потребления, как на Западе, все-таки, наверное, в меньшей степени. Вот. А сейчас она нас, по сути, настигла. Когда, ну, все мы знаем, что же там живем, в обществе потребления, все такое, там, потребляем, выбрасываем. Такой образ бессмысленных каких-то... Ну, самый лицеприятный образ возникает, когда мы говорим про общество потребления. Ну, собственно, вот эти вот все пакеты, они, ну, по сути, отражают наше общество потребления. Это простые упаковки. Вот там у меня есть работы, ну, там, завтра, статистки, папа может, там, все наверняка там в рекламе видели, да? Чайный пакетик использован один раз, два раза. В дальнейшем он будет выброшен. То есть, я обращаюсь в своем творчестве к простым бытовым вещам, которые нас окружают. Которые мы не замечаем, ну, потому что искать эстетику, не знаю, там, в упаковке сосисок, ну, там нет, по сути, какой-то особой эстетики. Опять же, с другой стороны, это и работа, там, дизайнера, который там делал эту, создавал упаковку, создавал логотип и прочее. Еще, кстати, тоже этот момент, что считать искусством? Вот, собственно, поп-арт западный, он как раз задавал этот вопрос, когда, поднимал этот вопрос, когда, ну, простые предметы переносились на холст. То есть, что считать искусством? Это, не знаю, упаковка супа Кэмбио, которая там написана на холсте. Это искусство или нет? Или там еще тоже много достаточно интересных вещей. Было там незаправленная кровать, там, которая вдруг внезапно оказалась на холсте или что-то подобное. И это стало искусством. Хотя, когда это было просто незаправленной кроватью, это не было искусством. Вот. Чтобы стереть вот эту грань между там искусством и каким-то совершенной обыденностью, там у меня появляются всякие аппликации. А, у меня вот еще вот на тех, кто вот, а нет, там тоже вот на ту, где у меня штрих-код приклеен на той стене. Вот, если мы подойдем, посмотрим. Так, там тоже вот главные мета-серии. Тоже то, чем мы всегда пользуемся. В принципе, можно пройтись в супермаркете, если постараться. Скорее всего, пройдется. Тоже вот пакет-задов. Простейшая вещь. И, в принципе, еще тоже в этой тематике эстетики простых вещей я обращаюсь к старым мастерам, которые в период, когда еще инстаграма не было, писали там завтраки, обеды, ужины, кучи каких-то предметов и прочее. В принципе, на эту тему название эстетики, сейчас в другой зал пройдем. Я так немножко... Они просто в разных местах залов. Собственно, вот здесь вот, в этой работе 2014 года, по-моему, не особо появились в институте. Здесь как раз отсылка к малым голландцам, к фламандцам, к натюрмортам, которые как раз взбивали красоту фруктов, овощей, там, еды и прочее, все, что мы едим. То есть сейчас это, наверное, выглядело бы примерно так. Да. Ну, наверняка, там, обратили внимание на этот лимончик с закрученной кожурой, который как раз часто присутствует в старых мастерах. Опять же, здесь пластиковые упаковки, приклеенные какие-то ценники, которые, в принципе, при желании можно спокойно пробить в супермаркете второй раз. Вот. И вторая тематика, которую я так разобраливаю в своей выставке, которая не относится уже к обществу потребления, к нашему, к этому всему нашему быту, это тема природы. Тема природы у меня представлена алтайскими пейзажами. Ну, они, в принципе, в том зале тоже есть, но вот здесь их так достаточно, можно увидеть их, достаточно много. Собственно, с алтаем я познакомилась, хотя я сама из Барнаула, но как бы осознанное знакомство было, наверное, в 2013 году, когда я туда приехала. Я приехала к подруге в село Кошагач на границе с Монголией и Хитаемой и Казахстаном. Такая вот далекая, затерянная деревушка с совершенно безумными пейзажами. Здесь, может быть, это не очень хорошо видно, но, собственно, село Кошагач находится в Чуйской долине. Такая река Чуя, куда берет начало Чуйский тракт, и это... да, Чуйская долина, по-моему, она называется. Представляете, это желтая-желтая-желтая степь, особенно это хорошо заметно, когда это осенью все. Желтая степь на заднем плане горы. Такой безумный пейзаж. У меня он напоминает лично лавкрафтовские хребты безумия, если там лавкрафта читали. Совершенно марсианский пейзажик, совершенно потрясающий... Потрясающие виды, потрясающие люди. Несколько... в прошлом году они, по-моему, местные жители, умудрились там подхватить чуму в этом районе. От диких зверюшек, от каких-то суков. То есть там, в этих местах, как мне рассказывали до сих пор, иногда встречаются алтайские села, где не видели русских. Не знаю, насколько правда или нет, но там доводилось мне с шаманкой общаться местной. Там еще шаманизм, алтаймс, там все такое. Это тоже очень мило было, когда шаманка там проводила на мне обряд. Шаманка, кстати, как ни странно, обычная школьная учительница. В ваших классах. Вот, она проводила мне обряд в обычной там избе, ну знаете, наверное, там деревянные домики, избушечки, туалет на улице. Район, где-то, приравный к северным, зимой там до минус 50 доходит. Вот, она там с бубном, в костюме, проводит обряд и мимо ребеночек бегает. Иногда забегает. Маленький. Она мне что-то там пытается перевести с языка духов на русский, на ломаном русском. Ну это очень так забавно, интересно, совершенно другая жизнь. Для нас она, наверное, все-таки не особо привычная, потому что вот привыкли жить в больших городах, все у нас есть. Это совершенно другая жизнь. Также вот из этой же серии у меня пейзажи, темперные пейзажи. Это вот гора Сарапина. Это вот гора Сарапина. Вот, ну, было несколько путешествий по окону, конные туры мы брали. Ну, первый раз самостоятельно ездила, второй раз, ну, в следующий раз мы убрали конные туры. Верхом, по горам, где не ловит связь, где ничего нет вообще, где вегетарианцы не выживут. Ну, мне кажется, там правда сложно выжить. Вот. И там потрясающие виды. Можно, ну, в первом зале, потом, возле входа, там можете обратить внимание, там работа. Цвета, как у Рериха, такой не очень хороший, закос под Рериха. Был такой момент, что мы в избушке охотника, ну, остановились недалеко от избушки охотника, там внезапно оказался в бане, то есть мы там впервые за несколько дней сходили в баню. Там был потрясающий план, да, это очень смешно звучит. Там не было двери, он стоял на краю обрыва, и из него вид был, ну, в принципе, по цветам, по настроению чистая Рериховщина. Рерихов тоже, кстати, путешествовал по Алтанию, писал вот эти вот его безумные фиолетово-розовые горы. Я его теперь понимаю. Это потрясающе красиво, если там будет возможность поехать, попутешествовать, советую. Вот, и, собственно, каким же образом тематика природы, тематика красоты гор, тематика вот этой вот дикой, там какой-то шаманской, полушаманской жизни, каким образом она соединяется с тематикой больших городов, как она, ну, с одной стороны, да, получается, какой-то конфликт возникает, что есть и такая жизнь, есть и такая жизнь с другой стороны. Мы все-таки неразрывно связаны с природой, там, даже если мы вырубаем леса, чтобы сделать из них потом целлюлозу, сделать там какие-нибудь пакеты, в пакеты сложить там еду, все равно мы без этого не можем жить. Как раз взгляд на другую жизнь, взгляд на наше такое, ну, скорее даже взгляд наше искусство, наша жизнь перед глазами, перед лицом вечности. То есть, ну, все-таки, город, личность, природа, которая там была, есть, будет, там, мы умрем, от нас ничего не останется, кроме искусства, или не искусства, или что от нас останется. Ну, вот, кстати, тоже там вот этот древний человек, там, первый художник, что-то на стене накорябал. Древнего человека нет, мы видим то, что он накорябал в стене. Так, если вот мы зайдем в этот зал... А, ну, что-то, наверное, что-то есть, такое головальное... Ну, вот, здесь какой-то достаточно унылый, печальный натюрмортиз. Акварельный, и тоже там работа с отсылкой к старым мастерам. Какие-то тоже натурные, вот, inside, outside, то, что внутри, что снаружи, отражение через вещи, предметы быта нашего настроения. Вот, а теперь давайте мы все-таки вот сюда лучше подойдем. Вот здесь как раз тоже наш горный алтай. Вот эта работа, про которую я вам говорила. Там действительно, там, ощущение, такой вот прериховщины, вот эти вот безумные цвета. Я понимаю теперь прерихов. Так, ну, вот эта вот работа с верблюдами, это, собственно, одна из разработок к моему диплому в Суриковском институте. На малый диплом я там писала шамана, а на большой диплом я взяла путешествие через Чуйский тракт с верблюдами. И, как ни странно, во время Великой Отечественной войны из Монголии по Чуйскому тракту в России шли караваны верблюдов. Там, ну, там, один из этих караванов, один из самых первых, вел монгольский комсомолец Луфсан. Ему было 16 лет на тот момент. Ну, представьте себе, я думаю, тут многим лет, ну, примерно такого же возраста, да? Он вел караван верблюдов, которые везли помощь советской армии. Там продукты питания, там местные тубрики, деньги. Смешное очень название. Он вел их по местам, которые вот сейчас можно проехать за несколько часов. На тот момент, это либо 41-й, либо 42-й годы, там немножечко непонятно, там, какой из годов был точно. Вот. Он вел два месяца. В минус 40, минус 50. Верблюды периодически умирали. Люди, в принципе, тоже периодически. Там, наверное, не все нормально дожили. И я как раз взяла этот сюжет для своего диплома в институте. Здесь, ну, только здесь верблюды указаны, там, сам диплом, он покрупнее, там, люди тоже немножечко есть. И потрясающий хлебет. Перевал, точнее, Чики-Таман, которые там, они два месяца переходили с верблюдами, которые сейчас можно там за два часа проехать. Вот. И вот, если на той стороне, на стене посмотреть. Здесь тоже, как раз, у меня, да, есть какие-то пейзажики натурные в основном. Точнее, в основном все натурные пейзажики. Пастель, крафт, да, используем. Крафт, скорее всего, уже делается у нас из переработанной бумаги, которую делают из лицов. Так, ну, собственно, можно, наверное, заканчивать. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если хотите, могу еще про что-нибудь рассказать. Ну, про эти две работы интересны. А, про эти две работы, да. Так, ну, последний вопрос, это, наверняка, были в Дарвиновском музее. Были все, да, там, потрясающе вообще. Кости хранятся, их можно рисовать, рисовать и рисовать. Собственно, это по мотивам костей Дарвиновского музея. Пока, я вас говорю. Как бы нет какого-то глубокого подтекста. Как мне говорили, и композиции хорошей тоже нет. Название «Последний дракон», потому что здесь, в принципе, не было такой задачи, чтобы показать там какого-то определенного, там, анатомически, определенные анатомически верные кости. Скорее, это все-таки образно. А, ну, да, записано там достаточно быстро. И, ну, у меня такой момент интересный. И я как-то прихожу на молодежную выставку. Если поступите на художников, потом периодически будете туда же ходить, будете ходить на выставком и выстаиваете там многочасовые очереди, чтобы показать перед комиссией эти свои работы. чтобы они вам сказали, что это все ерунда, идите отсюда. Либо, наоборот, мы это берем, и все отлично. Причем чаще всего они берут бабушек с козами. Ну, еще иногда бабушек с котиками. Вот. Я принесла туда какие-то свои работы, все замечательно, выставляюсь в мест, и мне говорят, что нет, это вот полная ерунда, не берем. Не берем ничего, ничего тут хорошего нет. Ну, кстати, вот из-за вот этих вот настроений старого поколения художников, которые там не всегда принимают новое, даже если это новое, не сказать, что будет очень новое, очень оригинальное. Мне очень грустно было, когда я училась в Суриковском. Вот. И с этой работой как раз вот возник такой спор, брать или не брать. Там мнения разделились 50 на 50, или больше было не брать, но в итоге, мне сказали, что не берем, но там какая-то тетенька говорит мне, «Нет, надо взять ее. Пока все отвлеклись, давайте проносите. Современное искусство все-таки». Мне было приятно, потому что мне было приятен, скорее, даже тот факт, что она вызывала неоднозначные мнения. Потому что все-таки однозначное мнение там хорошо, плохо, нравится, не нравится. Все-таки хочется, когда то, что ты делаешь, вызывала эмоции, вызывала принятие, непринятие, а не просто там равнодушие. Кот – это мой домашний кот Шерлок. Что про него можно сказать, кроме того, что это просто кот, который еще приносит мыши. Когда-нибудь у меня еще будет кот с мышками или там с какими-нибудь еще вещами подобными. Еще что-нибудь хотите? Есть какие-то вопросы? Я не знаю, я не знаю. Поцелуемся. Спасибо. Я тоже хочу сказать большое спасибо. Знаете, что я сейчас, значит, одно впечатление, допустим, о выставке, когда художник мне рассказывает, когда художник начинает рассказывать, и начинает чувствовать соотношение к обыденным вещам. К обыденным вещам, и к этим, вроде бы, а что тут особенного? А вот эта любовь-то ощущение, ой, как круто. То есть вот пакетик, когда у вас под яиц или яиц, создается как произведение искусства, и вкладывается такая любовь к этому, ко всему, что хочется самому что-то взять, я попробую себе взять чайный пакетик еще, и видеть красота во всем, вот в этом черепе. Не просто череп, это целый мир. Знаете, какие-то переходы одного состояния, другого состояния. И это здорово, это очень приятно. Спасибо, Таня, за то, что ты взяла, так раскрыл нам свой мир, впустил нас в этот мир. Поэтому большое тебе спасибо за эти замечательные лекции. До свидания.